Как рыбу брать? Рыба от двери очень скользкая И будет у вас из рук выворачиваться со страшной силой Видите, как я ее держу? Вот джаберная крышка Вот так, вполне надежно Так Хорошо Вот все, что нужно для работы Приступим И сначала посмотрим внешнее строение Ну, то, что у рыб тело обтекаемая форма И понятно зачем Теперь, давайте разбираться Какие плотники и зачем они нужны Прежде всего Что такое двигатель, понимаете Ну, допустим Какие двигатели разные вы знаете Паровой Есть такой Дизельный Внутреннее возгорание Самое разное, дизельное, карбюраторное И так далее Хорошо, двигатель А что такое двигатель Понимаете Не очень Не очень Не очень Движитель То устройство Которое использует Ровно двигателя Собственно Приводит в движение Допустим У автомобиля Движитель называется Колесо А у танка? Гусеница Гусеница У вертолета? Понятно Понятно, да? Хорошо Так вот Что является Движителем У рыб? Хвост Хвост Хвостовый плотник Хвостом Называется Вот этот Отдел тела У рыб Тело Стоит из трех отделов Первый Называется Голова Второй Называется Пуловище Третий Называется Хвост Где граница Между головой И туловищем Всем понятно? Где Назовите Ну А там Где Хвостовым плотником Разобрались Это Движители Тело Он дулирует И хвостовой плотник Создает волну Отбрасываем Назад Воды Хорошо А теперь Все остальные плотники Вот Как называется? Спинной Спинной Совершенно верно Как вы думаете А карпы вообще Вооруженные рыбой Или нет? Не особенно Не особенно Пригнитесь Удачи А вы просто пощипайте Какой он мощность Какой он толщины Вот этот луч Передний Передний Ага А заодно На анальном плотнике С вашей стороны Первый луч Смотрите Какой Ой Ой Это Костяной Шип Вот такой Длинный Толщиной Четыре Спички А внутренняя поверхность У него представляет Цепилу С костяными Эмалированными Зубами Так что Если Кто-то Собрался Напасть сзади От короля И с большим Рыком взял Хватил рыбу Как Поднял Вот так Плавник И что С ртовой Полностью Атакующего Ну Язык Мега Проколоты Причем Удар Страшной силы Просто Так что Аккуратненько Рыб может выглядеть Совершенно Беззащитной Но беззащитного Существенного Вопрос А зачем нужны Спинной И анальный Плавник Вот За счет Ударить плотников Полинка Не повернешь Не При защите Нет Когда Пришли домой Попробуйте Такой фокус Сделать Налить Ванну Столк воды На поверхность Воды Положить Карандаш Он не утонет Деревянный И щелкнуть По его концам Как Карандаш Проплывет Всю ванну По прямой Нет А что с ним будет А его будут Закручивать А теперь Возьмите Половинку Лезвия Бритвы И аккуратненько Вставьте Врежьте Карандаш Вот так Чтобы эта стальная Пластинка Выступала из карандаша Вдоль И повторите опыт Будет ли крутиться Карандаш Нет Не будет Это называется Стабилизация Движения Стабильность Это устойчивость Постоянства Стабилизатора Это система Которые Не дают Закручиваться Вот они Продольная пластина Раз Продольная пластина Идущая По центру тела Два Продольная пластина Так Вот это Плавники Не парные Пар у них нет Их основания Крепятся Костистым отросткам Позвонка Обернитесь к доске От каждого Позвонка В остовом отделе Отходит В сторону Спины Спинной Остистый отросток Отходит А в сторону Живота Брюшной Остистый отросток Отходит Отходит Соответственно К этим Отросткам Которые Вот так вот Идут сквозь тело И прикрепляются Основания плавников Теперь вопрос А вот В этой части Тела Можно ли Плавники Прикрепить Костистым отросткам Нет А почему А здесь Внутренние органы Поэтому Во всем Туловичном отделе Брюшных Остистых отростков Не бывает Ну, представьте себе Если бы они были То они Пропкнули бы Внутренние органы Мало того, что Вам пропкнули Печень При ондуляции Что произойдет При ондуляции Они же Вот так двигаются Вам пропкнули Печень И еще Вот так Понятно Что Вещи Совершенно Невозможные Не бывает Брюшных Остистых Вопрос А к чему Тогда плавники Крепить Или их можно Оставить без крепления К рёбрам К рёбрам Совершенно верно В Брюшных Остистых Отростков Нет Но В каждом Миомере В каждом Мышечном Сегменте Проходит Пара Костяных Дуг Идущих От брюшной стороны И прирастающих По зону Рёбрам Вот к ним Как раз Брюшные Плавники Крепцы Грудные Плавники Крепцы Еще надежнее Вот Жаберная крышка Жаберная крышка Это Толстая Сложенно устроенная Костяная Пластина Она занимается Очень важными вещами Сейчас вы видите Какими Но если вы пощупаете Вот эту кромку Туловичную кромку Жаберной Прорези Вы увидите Что здесь Исключительно Прочный Костяной Вот эта Крупная кость Она по форме Как серп Идёт За жаберной областью Так Верхушечкой Прорастает К черепу Стороны Брюха Два Клейтрума Вот здесь Поджабрами Соединяются И срастаются Друг с другом И получается Вот такая Дугообразная Опора На которую Собственно и крепится Грудной Кладник А теперь Вот эту ямку Видите? Показываю Вот ямка Здесь А как повышенно Что это за ямка такая? Сустав Ямка Сустав Сустав Вот здесь Под этой костью А вот сама ямка Как называется Надо сказать Она у вас есть И знаете Подмышки Это подмышечная Поэтому Дело в том Что из грудных плавников Рыб При выходе На сушу Что образуется? Лапки Какие? Передние 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 конечности Совершенно верно А из этих Задние Соответственно Вот эту ямку Видите? Паховая ямка Угу Так что Заготовка Уже готова Происходит просто Усложнение скелета И мускулатуру Самих плавников Хорошо